Ну что, здорово, народ! Всем привет! Кукулите! Дота 2 Чемпионс Лига возвращается. Вчера мы с Дашей закрывали его, сегодня мы с Дашей его открываем, и Дарья... Здравствуйте! Включи микрофон в Дискорде. А ты видишь, что ты говоришь, но ничего не говоришь. Да, я говорю. Говорю замечательную вещь, что сегодня у нас игр будет много, в принципе, как и обычно. Игры тоже, надеюсь, что будут интересные. Вчера занимательные карточки мы посмотрели, но и сегодня у нас все начинается с Гидры и Немига Гейминг. Интересные составчики. Гидра — это состав, который Зайц собирал, такой мононациональный он получился, а Немига. Там некоторые лица не меняются вообще, а некоторые лица внезапно начали меняться. Например, Ванскор на днях появился тут. Ну, это, возможно, временное явление, но да, действительно, Ванскор появился. Давай уже смотреть драфты, что у нас. Они потихонечку идут, и что думаешь, да? Вот заранее по игре у тебя есть две команды, есть 10 игроков. Вот за имена кто сильнее? Ах, ну, я думаю, что все-таки Немига, потому что парочку человек из Гидры я не видела никогда, мне кажется. Мука, по крайней мере, точно. Аскольд, мне кажется, где-то когда-то мелькал, но это было давно и неправда. Все остальные, в принципе, народ понятный, и из них два кора. Близи тоже там, который успел одно время нашуметь когда-то там в Na'Vi, но с тех пор его судьба не определена. А как тебе, 10 игрок у Немиги? Что про него скажешь? Это кто? Это что? Как можно оценить команду, не зная, кто это? Это что? Ну, все остальные зато именно знакомые. Челзен Ван, он уже в вечность в Немиге сидит, и вообще ничего в его жизни не меняется. То есть он как там, не знаю, мне кажется, уже по моим ощущениям года так два точно сидит, вне зависимости от обстоятельств. Киритыч тоже понятный чел, он там на первой позиции какое-то время играет, там звезд в небо не хватает, но стабильный такой товарищ тоже, из таких молодых и вечно перспективных. И Айнкрат тоже, который, наверное, стабильностью не отличается, самая большая его проблема, но иногда он может выдавать очень-очень крутые вещи. Вот, а пятый чел, я вообще понятия не имею, кто это. Написано в Ликвипедии, что это Хевн некий, но у него нету страницы, чтобы посмотреть, где он там, как играл и что было. Гручненько ему должно быть без страницы в Ликвипедии. Так, ну что, потихоньку... У меня информации, так скажем, не хватает из-за этого. Ну, ничего страшного. Давай переходить к драфтам, потому что у нас заканчивается ра-стадия банов, и тут, конечно, самый главный вопрос. У меня всегда начинается игра, два коллектива приходят, и чем вы занимались вообще все время до этого? Почему баны Кунка, например, да, и, допустим, почему какая-нибудь Лина, например, не появилась до сих пор? То есть иногда вот у тебя есть герои, которые вот показали свою состоятельность настолько, что ты не можешь их игнорировать. Ты, допустим, Бэйна, допустим, Лину. И... А команды приходят такие, типа, ну, ничего страшного. Минус сет, герой, минус сет, герой. Давай Кунку уберем, давай Розор распрячем. Чего? Какой Розорк, ребята? Чен меня, интересно, не требует Банчена. Да, 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 и каждый раз ты просто в шоке сидишь, то есть. Я понимаю, что, возможно, у них этот турнир, то есть он там, не о том, чтобы прийти заработать 40 миллионов, поскольку этот турнир не о том, чтобы прийти заработать 40 миллионов, то можно где-то там что-то подрофлить, поиграть то, на чем хочется и так далее, но было бы здорово, если бы команда в ситуации, где ты можешь взять сильного героя, ты берешь сильного героя. Ну, вот я вижу то, что Худвинг выявляется, я надеюсь, что они не Поликалом О'Ги решили... Ай, нет, 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 это точно они решили так же делать. Я вспомнила, Ян Крэд, он и до Инта играл в Немиге, и он уже пикал этот Худвинг на мид, так что мои худшие опасения могут подтвердиться. Но у него крутая катка вышла, на самом-то деле, он ее победил, даже я помню, и там получилось прикольнее, чем то, что Тобсон делал на миде. Но вот посмотрим, как здесь сейчас сложится, потому что герой не показал себя, как реально что-то мега-крутое имбовое на миде, опять же, сравнивая с той же доступной до сих пор Линой. Но есть еще пока возможности на четверочку все-таки это куда-то вдохнуть. Не знаю, насколько это круто с Марсом вместе будет смотреться. Уродь неплох. Одно из двух. Или будет круто, или будет не круто. И Эмберспирит для Гидры на мид. Для Близзи у нас уже Тейтхантер появился, Снэпфайр на пятерочку, так понимаю, НЧА на четерочку, или наоборот? Наоборот, скорее. Я думаю, что НЧА 5. Ну, типа Снэпка плюс один милишник, это сильно. Вот он Сларк против этой линии, который типа ОК стоит, и потом по игре очень сильно, потому что всех цепляют, всех наказывают. Сильвер отлично ложится, да, то есть здесь Тейтхантеру, и НЧА вырубать пассивки. Ладно, ничего, ладно, не будем считать, давай Тейтхантеру будет круто вырубить пассивку, и просто подрезать его, плюс есть Дизраптор, которому не закрывали первую стадию, то есть Тейтхантер, мы закрыли первую стадию, взяли его в Дизраптора. У Гидр, мне кажется, проблема будет, да, основная не в исполнении, а в том, что нечем исполнять будет. Это мы увидим. Пока Сларку, мне кажется, более чем комфортно здесь, на нем игра может хорошо держаться, и это герой, на котором Киритыч уже много в свое время наиграл, так что что делать и как делать, он явно-явно в курсе. Битрайдера банят напоследок, все-таки думаю, что Худвинг у нас будет отправляться на четверку, я тоже надеюсь, что это будет именно она, четвертая позиция. И на Ластевскую можно мид ставить против Эмбера. Против Эмбера опции, чем поработать, более чем достаточно. Вот одну из них Битрайдера забанили, но вчера у нас был лайнап, где стоял Битрайдер против Эмбера Спирита, и там Эмбер вполне себе хорошо. И начал, и дальше продолжил. Здесь тоже, возможно, вопрос, скорее скилла. Ну и будем смотреть теперь, что на Ластевской отправить. Что еще такое против Эмбера неприятное? Наверное, как он Шторман. Шторм, Боид, Спирит, я не знаю, там Инвокер. Например, который сильный герой и не в бане сейчас. Лучший, наверное, персонаж. Ты стоишь, потому что ты линию отлично откидываешь просто этим самым. Торнадо, и все, тебе в кайф. А потом кидаешь лакать на Сларка, который просто съедает всю команду. Почитала чатик, говорят, что Мика — это Лидон из Фантастик Файвного, и Ник читается как Мика. А, ну понятно. То есть это... Еще одна привычка, на самом деле, довольно вредная для игроков, которые еще не вписались какой-то крутой состав тир-один уровня, не получили какую-то широкую известность. Менять никнеймы постоянно, потому что это еще и для тех, кто скаутит игроков команды, тоже путает несколько ситуацию. Ну, понятно. То есть это товарищ тоже не абы кто. Да, и появляется еще один герой, которому было бы здорово пассивки подрезать, поэтому... Сларк, типа, как нельзя лучше здесь смотрится. И давай, что, что-то надо добрать. Причем у тебя худых, да, снимает с ультимейта. Берег механика. Сларк может собрать Сильвер. Кейфовать. И нужен плюс один. Я все же лучше нулокера ничего здесь не вижу. Сильно будет всем мешать. Ну, похоже на то. Здесь самое главное ей линию нормально постоять, и дальше будет все, мне кажется, как по маслу. А линия, ну, душноватая может получиться все-таки. Марс, он много проблем доставляет. Не сказать, что она на лейнинг-стадии прям так суперсильно может засекьюрить. Она скорее погонять с кем-то еще может. И с Фантомкой вместе. Ну, что он там, Дагерочек кинет, Эмпетус вслед. И на этом, наверное, все напряжение и закончится. Ну, увидим. Тоже многое зависит от Марса и от Худвинг. Они вдвоем могут серьезно Фантомке поначалу проблем доставить. И банят все-таки Шторма у нас, Гидра. И, понятное дело, да, тут обезопасить Эмбера решили напоследок. Кстати, Бладсикера на Ласт Бан не мига закинула. Тоже тут как раз и до Инта на два целя была небольшая мета врыва этого Бладсикера на первую позицию. Фишларка глобальный хороший герой же нет. Кинулся в это нормально двигаться в карте не может. Падра по драке. Была даже игра, где собрал Сикер этот самый. Фишларкс был аганим. Плачь и Раптуру прыгнул и умер. Ну, тут еще один герой с Брэйка. Ну, короче, не мига решили просто выключить все пассивки. Ну, это правильно. Фантомка боится такого. Да, единственное, что вапер не очень поворотливый персонаж. Вот это его, по мне, главная проблема. И вот условно линии поставили, потом ушла в лес. И вапер такой неторопливый на 280 муспида своих въезжает в поисках. Находит и не может догнать, не может убить. Ну, что пока как-то играл на Инте, я даже выигрывал иногда. Но Инте не выиграл. А те, кто вайпер не брали, типа, те выиграли. То есть, все очень просто. Think about it. Ну, как бы, да, на самом деле. То есть, есть герои и команда, которые зашли далеко, и ты можешь ориентироваться на том, на чем они играли. То есть, возможно, есть что-то лучшее, чем то, что сделали они, но то, что делали вы, хуже, чем то, что делали они. Как-то так. Ну, мне, если честно, драфт Гидры суммарно нравится, но Фантомка, от нее здесь многое будет зависеть. Фантомке здесь Крофизносу необходимо будет собирать БКБ, который решит, ну, практически все проблемы для нее здесь. Самой большой проблемой потом может стать агонимный Дизраптор, но это будет не скоро, очень не скоро. Он скоро на него садится. И Геван некий на Худвинг. Давай смотреть, потому что у нас действительно все зависит от Фантомки. Так как Лейд явно за ними, Фантомка сама, килл любого, у нее еще и Эмбер Спирит, который явно сильнее будет, чем Вайпер, как имеется и Лейд Гейм Кэри. Но вот и у одной команды, и у второй нет БКБ контроля никакого. Поэтому тут это просто гарантированная драка, я не знаю. То есть, действительно, заходит Фантомка, живет БКБ. Ариан не работает, и завтра не работает, Худвинг не работает, Старк не работает, Вайпер не работает. У Апера Ультимейт замедляет, но этому герою вроде как обычно пофигу. И в ответочку то же самое. Попрыгать можно будет, если замедлит. В ответочку действительно тоже то же самое. И мне единственное, что у Гидры, наверное, не очень нравится сама по себе легкая линия, вот Эмча плюс Фантомка, и то, что против них такое противное, будет стоять. То есть, я думаю, что это самая большая проблема Гидры будет на ближайшее время, но возможно сейчас на скиллухе растащат и у Немиги есть хороший шанс поддушить легкую линию и от этого уже танцевать и дальше. Будем смотреть, будем смотреть, пока у нас тут. Смотри, то сейчас надо понять, что поломалось. А что у тебя сломалось? Ну, я переключусь в эндгейм и не появилось никаких спонсоров и так далее, они же должны были быть. Ну, ладно, пока это все дело решается, мы будем смотреть за дракой, за руны, пока смоки нажимаются и, вероятно, даже драки никакой не будет, все распределились по разным сторонам. Я также вам напомню, что у нас баннер по трансляции есть для вас, в инлайн, нажимайте на него, получайте 2000 рублей, которые можно будет использовать в своих личных целях, какими бы они ни были, благими или злыми, можете направить их в любое русло. А сколько тут пока стоит контору, палит, 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 ну, окей, что-то, могут и подловить. Хотя он аккуратненько уже по Тавр заходит, все-таки, страшно. А я совладал. Все, вообще, все шикарно. Все, отлично. Сейчас пойдут, то есть ты же не, примерно, понимаешь, где пройти, потому что вард здесь стоит, вард здесь стоит, нельзя, не моргает, скажешь, тут и тут. Да, он близже уже нашелся. Поэтому они должны были понимать, не должны были идти, проверять, что почему-то справа, то есть никто не дерет за руны. Поэтому стопились аккуратно, пошли проверили. Что, 2, 2? 2, 2. Да, все спокойно, пока что закончилось. Всех это устраивает, по крайней мере, сейчас. Ну и вайпер против Эмбер спиритом. Эмберу неприятно против вайпера стоять. Вообще, мало таких героев, которым вайпер не доставляет каких-то неудобств. И поэтому сейчас, я думаю, что насколько надо будет как-то поаккуратнее держаться. Пока на хайграунде постоял, все-таки флэнгвард подключил, но довольно быстренько сейчас его заставят закончить Сайнкрат, наплюет на него. Слэвом попроще будет, там на севом уровне 4 флэнгвард это 500, обзор дэмэджа. Типа, вот у тебя 600 своих ЭП, 500 обзор бы, допустим. То есть вайперу нужно 1100 дошлить тебя убить, а это не очень просто сделать. Дело, что что-то будет вливать, но уверен, что в целом это будет работать так, что у тебя, чем Эмбер хорош, что у тебя с левелом нормальный Эп, который проще реально с диспеллит инвокером, чем нанести эти 500 дэмэджи, а с талантом на 10-ом у тебя еще 280 сверху, то есть 280 эффективного хп. А это много. Особенно, когда дело касается вайпера. Пока стоят, пока стоят, крепочка убьют, все без приключений, Худвинг вместе с Челзен Ваном на Марсе против Дрима пока еще ничего сделать не могут. Немножечко подождем, пока левел поднимется, пока только ребьюк вкачал себе Марс, как я еще нету. Ну, это тычками тоже уже неплохо Худвинг так пробивает, на самом деле. Половину лица сняли. Фантом. Что Сларк до 4-1, его чуть больше зонит, нападает, он смотрит, спрыгивает, сейчас Керич так-то и подраться может, на развороте. У него систики есть, он делает ФБ, и можно, на самом деле, подъездить к Антере, пытаться, потому что он без мана оставался. Ну да, в итоге сделали ФБ, получилось так. Есть, у Ван Скоро фласочка. очень на тоненького было, потому что, когда входил в эту драку Керитыч, у него был первый левел, и была только пассивка вкачанная, и он очень сильно рисковал, что как бы ванвей этот выход поставил все ва-банка, в итоге сам выжил, остался фуловым, потому что он скоро его отпил, и забрал вражеского саппорта. Плюс, денежка, хорошо вообще, замечательный старт, но я думала, что гораздо сложнее на этой линии Сларку будет, все-таки милишник против Тайта это не самое лучшее, что можно, вообще о чем можно мечтать Сларку. Видишь, 80 стаков этих сликов или халпует в ситуации, на тебя нападает, потому что это там получается 120 хп, и вот ему именно столько хватило, чтобы эту линию не проиграть с 0-х, а выиграть. И по крипам догнался до фантомки плюс-минус, то есть 11 сделал на 2, фантомки 16. Здесь правда будет убивать наверно с белку. Там белка забуялась за медло, но это очень тяжело. Вот заблочил, это хорошо. Дальше и заяц фраг забрал. Это тоже хорошо. Если есть ты болеешь за ними, то это хорошо. Сверху нападение на 6-й фаер. Есть статик. Все, ГГ, на этой линии будет очень грустно, потому что сейчас пока она вернется, ребята уже смогут дохилиться до фулов, и в очередной раз, то есть ты там условно гримсуют, что-нибудь с тобой делают, просто цепляют на стетку, ты не можешь уйти. Проблема в том, что Кириточ зарабатывает себе уже 2 стака перманентных, а быстрая медалька теперь уже явно не появится у снэпки. Не доехала печенька до Кириточа, Кириточ очень вовремя нажал паунс. И они разошлись с миром, но тут надо очень теперь как-то аккуратно стоять на фаер, чтобы еще раз не умереть, потому что теперь против нее очень сильно можно подействовать, и палцем подцепить, и сетку поймать, и она не такая уж и плотная, у нее армора мало. Ну, отнимирать, я сейчас запалил грипстат вайпера, тут как бы тоже таящая беда, 25 на 9, у Эмбер 16 на 1. Ну, я войска отверила. Пытается стоять, ему, видимо, не очень-то удается. Ну, вот так, он не умирает, отличить его тиммейтов, и хотя бы с ревелом, берет 6, пойдет где-то такую линию загонгает, и все. Это ж не патч прошлогодний, где там все много говорили, что типа нет смысла вообще никуда ходить, если ты потерял патч, ты приграл линию. Вот здесь вроде как ты можешь себе это позволить. Эмбер довольно мобильный персонаж, поэтому он, опять же, до 6 до 100 стоит, и игра начнется. Не важно, сколько поздно. Относить Айнкрата есть, поэтому Айнкрат еще может с 6-ым как-то и убить Аскольда попытаться. По крайней мере, дэмэджа может хватить. Но наверняка просто Аскольд подходить близко не будет, понимаешь, серьезная ситуация. Сейчас он аккуратненько фестами поддамаживает, каких-то критцов забирает. Ближайший кемп пофармил, легкий, но это не то, Ижи на падение на Марсе, но нечем сбить, он просто делает апаут. Подвышечку... Тут надо критца поискать, какого-нибудь покручить кентавров, что ли. Вот он надо, да. Ну, у него был сатир, то есть урон хорошо, реген хорошо. Пошел дальше искать. Рядом критовый волк, рядом урсы. На Сколе напали, посмотри, там какой, какой же дот урон. Он умер. Ну, кстати, вот это то, о чем мы говорили, 6-ой левел у него появился, у Эмбера еще нету, и сразу же последовало нападение. Бабка зря сюда пришла, не по шансам, хотя Айнкрат приедает в мере. Не стиков. Хорошо. Что, хорошо бы, если бы не было стиков, но они были, поэтому для вайпера, это еще одно убийство, даблкил улетает, левел 7. И сейчас понимают, что салфономка осталось, и можно ее напасть под вышечку, есть привязка, есть копье, хватит ли демеджа. Ну, ей некуда бежать, в принципе, но она, она, если выжать, я не надо, и не надо бежать, уходим, где стиков, кстати. Все равно уже опасно лезть, тут лишний даггер словить, может быть, все смертельно. Ну, ладно, отрогенились, вот, в принципе, хорошо все, подбежали, дрима, заставит его действовать аккуратнее. Ну, и заяц вернулся обратно, тоже сейчас он там, Nature at Endance может подрубить и немножечко похилить в Антонку. Я думаю, это даже стоило бы делать. И он нажимает, он нажимает за все, потом сейчас уже будет брать все 6, появятся скрытые, и наконец-то это линия будет что-то получаться. Но углах проблем для них, что-то реально мощным получается, вот я переключаюсь на Netverse, и там 3200 вайпер, 2000 эмберспирит. 1200 и голды, разница, это та цифра, с которой тяжело бы что-то сделать. Но вы видите, что фанук 6, сейчас берет Асларк, сейчас будет брать 5 левел, то есть у него фраг, у него ассист, у него хорошая линия, на которую удается поставить денег заработать. Но по левелу он очень сильно, конечно, уступает. За левел еще наберется, самое главное, что по Netverse никаких отставаний нету, ну а с точки зрения вайпера все понятно, он и линию выиграл, и после этого еще и добыл пил сделал, так что тут опережение вполне ожидаемое от него. Тут курьера подрезал ванскор, хорошо, не доехал тапок до Тейтхантера. Не думаю, что прям безумно грустно от этого, но все равно приятно было бы лишним успеть себе иметь. У нас там под тавер, там живет, ты просто же, если смотрел, от начала до конца есть этот файт, его просто били, и он просто повернулся спиной и бежал. И убежал. Тейтхантера ему последнего хватило. Да, я решил щек не выставлять. Ну его и нет. Что странно, да, то есть, а герой вот с ним в руках бежит, но как бы поднять он его не может, еще не достаточно сильный. Так новобранец в армию типа пришел, еще ничего не умеет, ничего не знает. И в конце игры там уже и может и пирову в зеленый покрасить. Что угодно сделать. Тейтхантер тоже шестой, кстати. Тарк вот только сейчас свое добрал левел. Для него теперь игра становится чуть-чуть попроще, потому что есть постоянно подреген. На пачку вышел, впитал, подрегенился. На пачку вышел, впитал, подрегенился. И вроде все хорошо. А, тут же ближайший лес подфармливает, начинает как раз. Ну да, видишь, он третий арпак взял, что тоже не самое частое. Ой-ой-ой. Да, встретили ничего на воде. Да, асколь тут тоже уже шестым, конечно, попроще будет в случае чего избежать атаки, но все равно, если ульта там по нему залетит, то и бежать будет довольно медленно ему. Надо заранее ремнант в случае чего готовить, если бы какая-то тычка планируется. И Нембер, ну что, у него фейзики, конечно, не густо, а у вайпера будет появляться драгонлендс. В ближайшее время я так подозреваю, что ему что-то другое сейчас летит, возможно, в рейсбенд какой-нибудь. У него летит нет этот самый бэнд о фейзинге. А, один? Просто один, да, можно было сами-либо фармить. Да, бог с ним вместо танкусов положит тоже уже. Ну, вообще, ловкость есть, ловкость, да, то есть, хуже не будет. Буквально 200 голода не дотерпел. Так, Керит еще тут вражеского балансируна успел подконтролить, подойти. Хорошо, немного приятно. У него все замечательно. Причем, старший стой, вот он пробежал, дал фулу-н-футик, что говорит, здесь варс стоит. Раз, пришел, варс сломал деньги, экспо поехала команде. Нападение снизу на фантомочку или от фантомочки непонятно в какую сторону. Все-таки, я думаю, что от фантомочки, может тут и фуги, можно подъесть. И Марса тем более. У него есть арена, ставить он ее не решил не ставить. И его забирают. Причем фраг отдают направлено от Скольда, чтобы он, видимо, закомбакал в игру. Да, ему пока только мечтать о фрагах. В центре бабки. Тапки. На него пройдет с кинетикой, и я думаю, что него пройдет уже никуда. Что ж, еще один фраг снова для Ван Скорра. Ван Скорр, кстати, довольно много ест. У него уже два фрага, один ассист. То есть, возможно, такими темпами он и вполне задумается себе потом уже об Аганиме. Если так и дальше пойдет, то деньги у него будут водиться на это дело. Потому что, соначально даже не ел много и то купил. Вопрос в том, сколько тебе потом выйдет фарма. Слушай, но если так вот сравнивать, то в последние годы жизнь пятерки становится все более и более богатой. Если сравнить с тем, что было раньше, уже ты не будешь полностью зависим от команды. Так или иначе, тебе какая-то денежка всегда приезжать будет уже. Гораздо меньше ресурсов, на которые тебе надо постоянно тратиться. Так что, один слот на пятерки там где-нибудь в минуте 30 на фарме, тебе более чем реально. Раньше о таком мечтать приходилось. Как-то нужно было покупать курьеров, грядить курьеров на свои деньги, закупать все варды. И потолка у нас почти уже уже не так уж далеко и осталось до потов Юрия. У нас арт поставил себе дублейды всякий раз уже в Кикбай. Тоже были пока что Сабель куда сделал, у него тоже все неплохо, при этом у тебя есть вайпер, который реально машина пока что по убийству героев, типа инчи, бабки. Они просто не могут себе позволить воевать. И вот тут важный вопрос, да, то есть бегает вайпер, который не отпускает героев, если он находит. И вот как быть, если ты не хочешь с ним драться сейчас, как его эвейдить раз за разом? То есть если он там в шоку или я зашел на твое треугольник, как оттуда убежать, не впитав от него и не навязывать раку? Пока это трудно. Без БКБшек это даже тут кором трудновато сделать. Вообще такое впечатление складывается, что единственное, пока кто имеет шансы уйти, а то так и вайпер, то это за ранее. Кантера продушивают в 2 брейка. Его заперли в туче, дострелили еще шарпшутером. И выходит там еще Сварк. Его видят, он это потенциально знает. У него есть ультимейт, то есть его тяжело убить. Вот сейчас ультимейт и паут, например. Такой он, конечно, опасный. Вроде выживает. Опасный в том плане, что он мог просто сажать, просто сделать и просто уйти. А так был жан, что в одном гибудье там шальной крит какой-то, его просто убило бы. Самое главное, что ушел, и ставится арена Марса. Дрима зацепили. Печенька, конечно, не самая лучшая получилась. Все равно отпрыгивает Фантомка. Реведж есть, и ответочка теперь по Челзен Вану прилетела. Минус тройка. Хотя нападение казалось очень крутым на Фантомку, но дэмэджа вообще не хватило. Айнкрад где-то там в стороне был. И на близне нападение в ответ, теперь уже без реведжа. Его можно спокойно убивать. Это минус. Айнкрада нападает Дриму. Дрима урона просто катастрофически не хватает, криты не прокают. Но есть минус армора от Мики. И Мика сейчас с Айнкрадом хочет разобраться. Надо бы это делать. У него жирный стриг, его забирает себе заяц. Ну ладно. 48 голды, да, уехал к нему. Я думаю, они довольны, потому что остановили эту оперу хотя бы как-то. Хотя бы за что. То есть получается реведж-то хорошим. Ты меняешь тайт-хантера на двух героев. И на стрик. На стрик, да ну стрик, блин, конечно, то, что ничего, шел нехорошо, у нее 3к там голды, но что-то на нее купишь, чтобы было хорошо. В этом вопрос. Можно кэри билд какое-нибудь делать, там молиться на то, чтобы выпало growball, собирать себе вот так, пока что зайца на пальто, кстати, и этот денежный мешок сейчас будет умирать. Куча штоковщая из-за хила. Послушайте, ну ладно, чё за он? А, капец. 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 Вообще раз смотрели на игрока в Уф-линии, который типа сидел, ничего не делал на Свардаре и так далее. Вот та же история, пока что, чё за Иванова, вообще не получается. Причем, я захожу сегодня в доту, посмотрю, у вас скоро в лобби, спрашиваю, типа, чё за пароль от лобби. Думал, что вот наши уже создали, просто забыли написать, типа, командного скинули пароль. Оказалось, что они уже играли, типа, КВшку, спрактиковались перед вот этим выходом. Турич. То есть, они размятые, они сыгранные, и вот такой вот у Марса просто не пошло. Нет, тогда там Марс был очень крутой, там Марс был крутой, а потом был Свардар плохой, и Тайтхантер. Да. И Тайтхантер, когда вот самый эпический момент вчера шлиняет, конечно, два БКБ, ты их видишь, жмешь Реведж, жмешь и Фреш, и второй Реведж, не думая, в земле просто. Нее. Ну, увидим, что здесь будет, потому что пока такое складывается впечатление, что на фигдесят от Крима. для Пантомки, Дрима здесь. Он до сих пор не купил БФ, у него летел Курьер уже в лавку, и он не успевал. И теперь его не хватает денег, он в таверне еще... Ну, то есть, это уже не самый хороший таймер на свете, 15 минут, который идет для покупки БФа, и он точно не купит сейчас, и, возможно, не купит еще дальше с пара минут. Пока что Килиточ пошел, просто нападает на бабку, бабка съедает дерево печенькой, как ее в себя вкинуть, есть Реведж, Тарки его снимает, и муку доедают еще нападают и убивают его. Кириточ этот фраг достается и возвращает Аскольда. Ему выйти не дадут. Он находится под ультимейтом от Ванскора, и это минус 3. Хорошо. Видимо, то, что вот первое такое командное нападение от Немиги крутое получилось. Здесь вообще безогрех все сделали, тавер забрали и минус 3 сделали, и кучу бабок с этого вынесли. Теперь уже отрыв у Кириточа относительно Дрима колоссальный, учитывая то, что и БФ, опять же, действительно только вот-вот появится. Да, Сларк добирает, причем Сларк самое приятное для него добирает стаки, пассивки. Сейчас спарил вард, сейчас ищет ищет, нашел. Пытается прочерить здесь, и здесь меня видно, и там я видно. Все, значит, на горе. Можно ставить центряк, да, сейчас здесь автор должен ломать. Ну, не успевает сломать, но успевает... Вижен потерян в любом случае, да, то есть я думаю, Сларк это устраивает. То есть был, ворот, кажется, получить деньги экспу, но не критично. И вот он добирает, он уже очень сильный. 6 стаков постоянно своровано. Изланд могут подцепить, прибивать. Я вообще не знаю, как он-то сейчас сделал, если это дерево было перед дембером, но в итоге он вроде как выживает и на там 200 хп убегает. Там Сларк планирует себе после уже Сильвереджи собирать, ну, возможно, даже раньше, как 20 минуту просто тикнет, собирать себе Аганим Шард. И учитывая то, что здесь драки, в принципе, завязано на статичность, то, что ты либо в сетке находишься, либо в арене Марса. Эта лужа очень много может ему сделать и просто в поле драки его убить будет крайне трудно. Так что решение очень крутое с его стороны. Пока игра действительно идет, можно даже сказать, в одну калитку, закамбэчить будет очень трудно и для того, чтобы хотя бы какие-то посылы к камбэку были, надо будет дождаться БКБ на Фантомке, а это будет не скоро. Ее поймали. Ее поймали, ее не выпустить бежать сюда. Там параллельно убили бабку и сейчас пытается жить. Догадывали, что где-то здесь он есть. Рима, черная полоса в жизни. Дочкой Заяц еще приехал, говорите, тащите мне тоже. Шансы пока есть дожить, но я думаю, что его будут искать, они будут догадываться дают где-то там. Пусарка же тип на пижене есть, он далеко ночью видеть, а он понимает, что ниже справа, сверху, нигде, героя нету, точно это в лесу, напоминает, что мы же Легер откатился и их бы с ним тогда. Саппорта мощь тяжело, то есть бежит бабка бежит инча и но не мог достать, не мог достать этот каток, который на них едет, татхан, например, просто может, нажмёт клавишу, реведж в землю и все, то есть драка остановлена. Что сделать, инча, чтобы быть полезным в этой игре? Да и бабки тоже уже, разве что только ульту кустовать за тысячу ренджей где-нибудь подальше от драки, и это все, что он может сделать, снова нападает, снова это инча, в этот раз на инвизе далеко уйти она не успеет и зайцу тапки. Есть еще реведж отблизи, врывается он, попытается дать ответную драку, а Сколь пока что подрезает белку, белка минус, ван скоро забирают, минус 2 в размен дали, хорошо, но Челзу Иван и Кириточ, получится ли с ними что-то сделать? Кириточ пока что отходит в инвизе, на Шедоу Блейде просвета нету, но Челзу Ивану забрали. Это 100%. Ну вот и Дримуфраг наконец-то подъехал, теперь он тоже подзаработал немного денег, а три все равно очень большой относительно Сларка, но хотя бы какие-то посылы есть к тому, что что-то будет происходить хорошим для команды Гидра. Мизлайпер драка была, я думаю, что это важный момент, поскольку у него есть БКБ, то есть он вообще урона противника здесь бы не получал. То есть ты стоишь в своей луже, в тебя не работают криты, в тебя не работает ничего и ты просто можешь всех убивать. И вот его в файте не было, почему-то решили подраться ребята без него и поэтому все получилось. В следующий раз если такой ошибки не будет, то для Гидра это плохие новости. Все-таки, что они нашли такой момент, когда рядом не было Айнкрада, но Аскольц сейчас подставился, и у него ремнант на отход вроде как на карте я вижу есть, так что он не боится, что его атакуют, его привязали, вот это ошибка, вот это ошибка. Надо было его нажимать, если он где-то и есть, да, он реально был, да. Так, у нас подцепили еще бабку, вот уже под вайпером теперь, понимать, что лезть не стоит, на фантомку еще прыгает Марс. Ну, ее вот тут подцепить было сложнее, все-таки рядом Заяц был, у него прыгнула фантомка и спасла свою жизнь. Ну, вот, да, вернулся Айнкрад, еще фрагов полутал, сейчас дальше будет собирать блин, для того, чтобы проблемы со своей мобильностью, которую ты обозначал, решать, и дальше этот блин даже можно будет спокойно грейдить при желании. И Гроубол появляется, очень крутая шмотка для вайпера, лучшее, что можно из этого тира найти. Пока живет, но понимаешь, что они очень быстро бегают под этим всем. Тут тоже жить, какого возможности нет. Мог бы там какой-нибудь наичеротенос прожать пожить подольше, но я думаю, что его это тоже не сильно интересует. Интересная, инча у нас тут пока на этаж на единицу импетус не взяла, только на другие обилки действуют за счет крипов больше хочет, видимо, здесь симпатичный. Видимо, с домом грамотно не окончает ультимейт, понимаешь, все равно все его с ним. Бестолку. Ну, типа да, то есть, на самом деле, сейчас заделаться если сильвер, то три героя из пяти, у тебя просто вырубают пассивки. Но, в целом, в этой игре, я думаю, фантомке будет очень тяжело закомбетчить, максимально тяжело. Но вот тут и проблема в этом драфте команды Гидро, то что у них очень много пассивок, от которых они зависят. Фантомка, полностью зависяща от своих пассивок, Тейкхантер, которому без пассивки неприятно, как минимум. И Инча, тоже, которая длинную долю своей выживаемости, теряя за счет того, что пассивка не может работать. Но сейчас на 8-м левеле все-таки вкачивает. И БКБ, БКБ от всего этого спасают. Просто жми БКБ и не получаю урон. Существует выход на верхнюю вышку и поделить читают этот момент. Немига, едут и сейчас могут кого-то подловить. Подолго прямо в них прыгает дружище. А что вам-то далеко-то пошла? Интересно. Но ей помогли, ей немного помогли. Да, спасает. Там много уронов залетает, нужно бежать отсюда, Марс уже на ходу. Да, и Марс это дело контролирует. Все, минус дрем. Ну, опять... Потом так прыгнула, что как будто подарок хотелось сделать, и вот просто говорит, нам это не надо. Возвращайся, давайте, нормально пойдем. Нормально напали, все равно убили. Дай по-честному лучше. Ну, типа, да. Ну, это уже второй такой момент. Сначала Марс, который оттолкнул зайца, из-за этого могли не забрать ничего. И вот этот момент тоже там могла фантомка еще при каких-то обстоятельствах выживать. Но там и замедление уже много висело, поэтому когда на блинке отошла на расстояние, дальше уходить уже реально было некуда. Но, скорее вопрос... О, а сколько даже три баунтируны застал? Тут они все это время мариновались. Ну, по графику все равно говорит нам дота, что 85 на 15, уже 86 и 14 за Немегой. Частич голды, тысячи экспы там и так далее. Куча всего и все у них хорошо. То есть, Рошан сейчас приедет. Да, можно Киридыч уже отдавать сам более чем боевой нарушили. Вайкер отдали, потому что, видимо, его могут завкусить, Сларка тяжело убить. 10 перманентных стаков. Плюс шард уже купил. Плюс шард купил. Но это спасение, видимо, Тайдхантер, то есть, правильно нажать. Вообще, от всего спасения здесь у них обивок в землю, то есть, что-то, вот, натябрь бежит лишь рак. И там, неважно, жмешь ты, не жмешь ты, то есть, он просто идет и разваливает тебя теми обилками. То есть, а тут ну, получается, этот Хантер, сколько-то имбирс перед бабкой, тебя могут предапрессить, фантомка и ничья просто нисколько ровно не станет. Да. И заревать тут едва ли получится что-то сделать. Засколько поймали, тут он опять не успеет выйти из контроля, снова у него ремнант на отход был, снова он там был в своем лесу, но в очередной раз, а сколько попадается, просто без возможности нажать этот ремнант. Наверняка перед смертью он уже спамил эту кнопку, и все равно ничего не получилось сделать. Ну, а Киридыч разбирается с Т2-вышкой. Спейс для фантомки закончился еще тогда, когда линия Т1-таваров упала, но сейчас становится все еще более печально. Вышка на миде упала, вышка на топе упала, а вражеский лес уже Немига полностью провардила. Это ему очень трудно найти спейс, он на вражеской тройке сейчас находится, найдя там самую безопасную точку для себя. Но Немига тем временем уже хайграунд нести начинает, это минус Т3 точно, а дальше уже неясно, как делать что-то. Просто взяли и зашли. У них есть Аегис, поэтому они могут и не останавливаться по-хорошему, но, видимо, не хотят на вражеском хайграунде сейчас драку форсить. Да, мне кажется, они могли бы, возможно, стоит дождаться просто арены Марта 30 секунд, и потом идти. То есть Вайпер поплюет аккуратно, все стороны за спиной, но они пошли в смоке и нашли фантомку, она успевает от прыгнуть, но Мартс рядом и... Ну, я думаю, что ей все, да. БКБ так и на это делать, видимо, и не успеет. Сварк еще хочет за ловкостью, и он успевает. 11 приезжает для него. Можно подцепить еще Аскольда. Глимс есть. Возвращает. Есть сюда хоть какой-то касс. Да, есть, перебить. Значит, этого есть Vision. Ну, а не саремнанты нет. Не очень понятно передвижение некоторые от Гидро, но Аскольд здесь подставился. Что ж, ну, раз двух коров нету, то уж точно тут все готово для того, чтобы заходить. Сами обилки, которые есть у Немиги, толком-то и не тратились. У Айнкрада Мана маловато, но он, я думаю, надеется на то, чтобы все-таки подбили его под Аегисом, и он вернулся в фуловый обратно. Как все, кстати, с Марвел вселенной? А что конкретно? Ну, там тоже есть Гидра, она все время проигрывает. А, да. Я, знаешь, я эту кричалку из этой вселенной Марвел вспоминаю все то время, которое карта идет из Немиги. Понимаю тебя, да, понимаю. Там нападение пока до Хандра. Пошло, Брейг на Брейг на Брейг погоняет. Печенька Форстав! Это хороший цель. Да, ребят, гусяги и друг в чат. Ой, это, это, это ко мне. Ко мне. Ну, пока первая карта из рук вон плохо пошла, но, в принципе, мы это обсуждали еще на стадии драфтов, то, что от Фантомки очень многое зависит, что у нее не получилось вообще ничего. И по-хорошему все три линии были залиты в салат. Бабка, которая нафидила Киритыча, Мид, который был очень сильно проигранный, вообще много вайперу досталось, и внизу тоже творилось бог знает что, и не так плохо было на линии, как дальше последовало. И Дрима опять зацепили, снова его забрали, снова минус первая позиция, и ГГВП пишет Гидро, соглашаясь своим профилям. Но он принес, принес, ибо КБ он успел. Ну, статуя это ему зачитается, так сказать, плюсик, но карандашом ему можно поставить за это. 26 минут, самая быстрая карта за последние, наверное, месяца два, которые я видела. А, нет, была быстрее, когда OG с андейнгами играли. Потому что еще кто-то был, еще кто-то за 15 минут там выиграл, LGD против кого-то играли, там тоже была быстрая карта. Против ВИЧа, да, когда они с тройкой Фейдпиан там был на этом визаже, это я тоже помню. Пришли, развалили, ну, слушай, тут, конечно, тяжело, вот какой-то анализ давайте у тебя в лучшем случае ребят сыграли 2-5 на кор-героях, 2-7-0-8 саппорты, и Тедхантер 1-2-4, то есть он просто не умирал, но пользы от этого тоже было немного. Да, да, я вам, ребята, еще раз напоминаю, что баннер по трансляции есть от Винлайн, заходите по нему и получайте 2000 рублей. А здесь, ну, пока посмотрим, что получит Гидра по итогу этой Best of 3 серии, но тут над всем надо будет еще поработать, пока они мига просто смотрятся сильнее. Ну, они все сделали круто, по-хорошему. Да, да, ну, и сейчас как раз-таки уже создан лобби второй карты, поэтому уходим буквально 5-10-15 минут, не знаю, сколько будет ожиданий второй карты и вернемся с приложением этой серии. Продолжение следует...